Не забывайте, где вы были в дома в ночь с 7 на 8 апреля. Такой вопрос содержится в анкетах, созданных в рамках всеобщей переписи населения. И это вовсе не шутка. Интернет-пользователи негодуют, а некоторые даже задаются вопросом, где можно заплатить штраф, чтобы на подобные не отвечать. Пока люди озадачены смыслом некоторых вопросов, Найсбюро статистики утверждает, что перепись соответствует международным стандартам. ИTH ВСЕРГАСЕСЧИ и ОНГА и ВСЕРГАСЕСЧИИ ДЕА ДРЕПТУ, ЧИУДАТЫ. ДЭК ЗЕМПЛУ, НА УНУ ДИНТРЕ ЧЕСТИОНАРЕЛЬЕ ПУБЛКАТЕ ДЕ БИРОУ НАЩОНАЛ ДЕ СТАТИСКИ, ИНТРИБАТЬ, ОНГА НАКЦИЧЛАЯ ДАКО, ОТОРА ТА ОТОДАТА, ОМЕНИИ СУНТ ТРЕБАТЬ, АНГА НА ДАТА ДЕРЯТА ДАТА ДЕРЯТА ДЕРЯТА, и если он хочет, если он хочет, чтобы уйти из местности. Еще одна вопроса, которая вызвала недумерение многих, это если он конфрунт с определенные фигиенции зрения, слыша, мобильность или мемория и концентрация. Статистики поясняют, при переписи населения для всех должна быть установлена одна и та же учетная дата. Этот ориентировочный момент призван обеспечить сопоставимость всех данных для всех лиц, которые участвуют в переписи на всем протяжении опроса. У нас перепись будет длится три месяца. Соответственно, если я опрашиваю, например, Сергея 15 апреля, то сдаю ему вопрос, где ты был 8 апреля. Если я опрашиваю Марию в мае, то должна задать ей вопрос, где ты была 8 апреля, чтобы можно было поставить рядом данные Сергея и Марии. С другой стороны, социологи-эксперты по опросам утверждают, что в переписи населения есть место для вопросов, которые могут показаться странными, но у них своя цель. В других странах также спрашивают, есть ли он в этом доме или кто еще ест вместе с участниками исследования, чтобы узнать, кто на самом деле его семья. Задействованы и другие действующие лица в стране, другие государственные институты. По результатам обработки статистических данных, полученных в результате переписи, реализуются определенные государственные политики, а именно Министерство здравоохранения. Другие ведомства могут добавить вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем, социальной помощью, чтобы лучше понять, что происходит с гражданами. Это абсолютно нормальная практика. Что касается номера телефона, то эксперты утверждают, что он необходим для того, чтобы в дальнейшем власти могли оценить качество переписи. Перепись населения из жилищного фонда стартовала в Молдове в понедельник 8 апреля. По селам и городам для сбора информации отправились более 4,5 тысяч переписчиков. Продлится перепись до 7 июля. Обошлась она в 370 миллионов леев. Власти утверждают, что собранные данные помогут лучше понять уровень благосостояния населения, уровень образования, а также его этническую структуру.